Ведьма Риада живёт в одной хижине, в самом сердце Чёрной Тоби. Она женщина немного эксцентричная, замкнутая, но, тем не менее, доверчивый, доверенный член нашей гильдии, и должна быть тебе рада. Я уверен, что у тебя не будет с ней никаких проблем, если ты будешь вести себя достаточно вежливо. Так, ну чё, попробуй он этого гамадрила зафигарить. Подходите, подходите! Ты что делаешь? 24-я балдец. Спасайся, кто может! Спасайся, кто может! Тролль вырвался! Тролль вырвался! Нас только спасут охранники. Принеси её мне. Вот, блин, мне не дают взять мага до вот этой миссии, и там такая, по-моему, задница будет в этой пещере, там какие-то мумии будут, безголовый хрен какой-то с топором. Там вообще будет трэш. Блин, музыка реально из готики, просто пипец. Послушайте. Вообще жесть. Ребеншки! Да я тебе не рад видеть, осёл! Блин, зря я зашёл. Ребеншки, всем приятно, добро пожаловать на прохождение. Замечательные игрушки Даджон Лордс. В прошлой серии мы прибежали в город, вышли из этого чёртового катакомб. Вот. И давайте сейчас основной квест выполнять. Нам сказали подойти к этому. Ну, мы сейчас, наверное, поговорим с ним, будем вступать в гильдию. Потому что нам, ну, уже надо качать, но в любом случае мы пока не сможем это делать, блин, потому что надо за город выйти. Я рад тебя снова видеть. Здорово. Добро пожаловать в мою лавку, Аркан. В моей лавке ты найдёшь заклинания и артефакты, способные помочь тебе в твоих исканиях. Скажи мне, что ты ищешь? Давай, призрачная преграда. Призрачная преграда явление, конечно, неприятное. Помню, как-то юный Моргенштерн по неосторожности попался и неделю проторчал в уборной. Знакомый, что ли? Чтобы убрать призрачную преграду, надо применить свиток рассеивания магии. Кажется, у меня есть несколько штук, куда я их сунул. В мусорную корзину, что ли? Так, надо обязательно купить. Я не знаю, для чего они, но... Да, у меня есть свиток рассеивания магии. Хочешь применить... Вот тебе, да, хочешь... Три штучки куплю, не знаю. Используй его с умом. Давай-ка про Моргенштерн это спросим. Хочешь примести свиток рассеивания магии? Моргенштерн. Вот тебе свиток рассеивания магии. Используй его с умом. О боже, он тещет. Я о нём много лет ничего не слышал. Не знаю даже, что из него вышло. Ой, пипец. Лавка Аркан. Я содержу лавку Аркан. И слежу за тем, чтобы магией в Фаргруве пользовались разумно и справедливо. Тем, кто стремится овладеть магическими энергиями, я помогаю. Но глубочайшие тайны сих сверхъестественных сил сокрыты от всех, кроме самых доверенных членов магической гильдии. Магия? Магия – величайшая сила в мире. И тот, кто владеет её тайнами, обладает величайшей силой мира. Существует четыре основных школы магии. Каждая из них свойственны свои сильные и слабые стороны. Лично я – последователь магии Аркан. И могу тебе помочь в её изучении. Увы, о других школах магии я знаю слишком мало. Так, а Фаргрув? Увы, нашему прекрасному городу Фаргруву грозит опасность. Боюсь, что лорд Давинмор без мудрого совета и помощи Галдрина погибнет, как возможно, и все мы. Так, что там с лунным мостом? Лунные мосты – это старинные строения, возведённые мистикой прошлой эпохи, чтобы в один миг переноситься на огромные расстояния. Чтобы открыть магический портал, нужно иметь лунный камень и знать лунный знак местоназначения. Так, заклинания. У себя в лавке я держу богатый выбор заклятий магии Аркан. Как видишь, у меня на полках множество колдовских книг и свитков. Артефакты. Артефакты – это особые предметы, насыщенные магическими силами. Иногда ими может пользоваться даже новичок. Но бывают и такие, что совершенно непредсказуемы и требуют от владельца большого мастерства и обширных познаний. Так, магическая гильдия. Магическая гильдия – древняя организация, посвятившая себя сохранению самых сокровенных тайн магии и передачи их доверенным ученикам. Члены гильдии имеют право изучать наши книги, улучшать свой статус и получают доступ к заклинаниям и артефактам, которые слишком могучи, чтобы с ними справились непосвященные. Также время от времени от братьев ожидается уплата взносов в пользу гильдии. Члены гильдии обязаны уважать убеждения гильдии и выполнять любое поручение, какое от них может потребоваться, даже с риском для жизни. О, я чувствую в тебе огромный магический потенциал, редкие черты. И считаю, что, получив необходимое обучение, ты станешь замечательным колдуном. Обалденный колдун. Ты не хочешь вступить в магическую гильдию? Да, с удовольствием. Если ты вступишь в магическую гильдию, то в некоторые другие гильдии тебя уже не примут. Вступительный взнос – 100 золотых. Да, я заплачу. Ты не хочешь платить? Член магической гильдии должен принести клятву почитать. Прощай. Эй, ты дурак. Добро пожаловать. В моей лавке ты найдешь заклинания и артефакты, способные помочь тебе в твоих исканиях. Магия Аркан заключается в колдовских книгах и свитках. Она дарует власть над всеми землями. Чё, я принял, нет? Нет, я не принял. А, подожди, вот так, вот так. И добро пожаловать в моей магической гильдии. О, я чувствую в тебя огромный магический потенциал. Редкие черты. И считаю, что получив необходимое обучение, ты станешь замечательным колдуном. Ты хочешь вступить в магическую гильдию? Если ты вступишь в магическую гильдию, то в некоторые другие гильдии тебя уже не примут. Вступительный взнос сто золотых. Ты будешь платить? Член магической гильдии должен принести клятву почитать гильдию, исполнять ее законы, подчиняться ее решениям, хранить ее тайны и неукоснительно следовать всякому долгу, какой на тебя будет возложен, несмотря на риск для своей жизни. Клянешься? Тогда я имею честь от имени магической гильдии принять твою просьбу. Но сначала тебе придется доказать, что ты этого достоин. Ведьма Рианна недавно прислала мне опаляющий посох, попросив восстановить его силу. Все уже готово, и посох нужно вернуть. Доставь опаляющий посох Рианне, и на этом твое посещение в гильдию закончится. Если ты не выполнишь это задание, магическая гильдия навсегда закроет для тебя свои двери. Интересно, можно не выполнить? Что за бред? Наверное, там по сюжету как-то должно пройти. Так, другие школы магии. Помимо магии Аркан, в которой я искусен, существуют следующие формы магии. Небесная магия, рунная магия, а также темное искусство низшей магии. Рунная магия. Рунная магия – это тайные сочетания мистических рунных камней. Каждый камень испускает ману, и соединение рунных камней высвобождает заклинание огромной силы. Рунная камня. Наиболее мощные рунные камни встречаются очень редко, хотя иногда на них можно наткнуться случайно. Если тебя интересует рунная магия, я знаю того, кто сможет тебе помочь гораздо лучше, нежели я сам. Это колдун Гримлок. Гримлок? Его башня расположена далеко на востоке от Фаргрува, в горах, окруженных северными равнинами. Но советую тебе быть осторожней, потому что ходят слухи, что Гримлок совершенно сошел с ума. Низшая магия. Низшая магия самая дьявольская из всех. Она выпускает на землю силы ада. Смесь низших катаалов. Вот что нужно, чтобы творить подобные заклятия, если ты знаешь тайный обряд и можешь заплатить его цену. Так, низшие катаалы. Низшие катаалы, применяемые в низшей магии, можно отыскать в страшных местах, где плодится зло. Везде. На улицах Фаргрува. Небесная магия. Небесная магия обращается к могучим силам посредством магических кристаллов, накапливающих небесную энергию, которую излучают звезды. Если хочешь узнать об этом больше, обратись к членам небесного ордена. Получено 1500 опыта. Там, походу, стражника кого-то завалили. Обалдеть. Так, небесный орден. Дом небесного ордена находится на восточной стороне Фаргрува, в храме Церцены. Сходи туда, если хочешь узнать больше. Блин, было бы круто купить свитки у него этого фаербола, но, блин, он их не продает. Так, болящий посох. Ведьма Риана живет в одной хижине. В самом сердце Черной Тоби. Она женщина немного эксцентричная, замкнутая, но, тем не менее, доверчивый, доверенный член нашей гильдии, и должна быть тебе рада. Я уверен, что у тебя не будет с ней никаких проблем, если ты будешь вести себя достаточно вежливо. Черното. Как бархатный голос. Ну, то, что у меня. Чтобы попасть в чертов утопь, выйди из Фаргрува через западные ворота и иди по дороге в направлении Ориндейла. И на первой же развилке поверни на север и будь осторожен. Известно, что там таится немало опасных существ. Ничего страшного. Ориндейл. Ориндейл город эльфов. Чтобы попасть в него, выйди из западных ворот Фаргрува и иди по дороге. Короче, там все покажу, там все везде надписи есть, поэтому нет смысла прям запоминать, тут куда идти. Так, эльфы. Что за благородные воины и мудрецы, а не эти эльфы? Горе нам, если они когда-нибудь обратят свое оружие против Фаргрува. Так, обучение нам не светит. Члены магической гильдии могут изучать наши тайные книги. Позволь тебе напомнить о твоем задании. От него зависит, прибудет ли тебя в магическую гильдию. Доставь обаляющий посох ведьме Риане. И тогда мы допустим тебя к обучению магической гильдии. Свитки. Свитки редчайшая форма магии аркан, так как в них запечатан голос опытного мага. Когда свиток разворачивается, голос высвобождается и заклятие обретает силу. Использование свитков не требует никаких особых умений, но их действие одноразовое. А получается магия не прокачиваться, да? Видимо, если свиток используем. Колдовские книги. Колдовские книги наиболее часто встречающаяся форма магии аркан, при которой заклятие освобождается при проговаривании написанных заклинаний. Чем мощнее заклятие, тем большего мастерства требуется от колдующего для его срабатывания. Произнесенные слова исчезают со страниц колдовской книги, и сила их утрачивается. Так, лун... Лунный знак. Когда ты оживишь лунный мост при помощи лунного камня, тебе откроется его лунный знак, и ты сможешь вернуться в это место с помощью любого другого лунного моста. Прикоснись к рунам лунного знака того лунного моста, на который хочешь попасть, и ты немедля туда перенесешься. Лунный камень. Волшебные лунные камни, позволяющие включать лунные мосты, привозят издалека, и путь туда небезопасен. За туманами затерянного озера есть крохотный остров. Там ты сможешь найти лунный камень. Затерянного озера? Ступай вдоль реки, что течет близ Орендейла. Она приведет тебя к берегам затерянного озера. Галдрин. О, его смерть сильно печалит меня. Прости, но больше я не буду об этом говорить. Лорд Давинмор. Когда пропала его юная дочь Элвин, господин мой лорд впал в отчаяние, перемежаемое приступами ярости. Если бы только был с нами Галдрин, но, увы, теперь это невозможно. Элвин. Она пропала. Я слышал, что накануне своего исчерновения она страшно поссорилась с отцом, лордом Давинмором. Сейчас я знаю лишь то, что ее окружает сильное облако зла. Наконец-то. Наговорились, Балян. Сколько серий там дрались, да, теперь хоть поговорить. Так, ну что там, давайте, вылезайте. Кто там еще? Полторы тысячи за что-то получили, черт его знает. На. Кто там, кто там еще где? Да-да, вот и иди. Нога у него интересна работа. Стоит что-то, балован. Ой, иди в жопу. Вот как вот это вот? Ха-ха, каждый раз, блин. Так, так-так-так-так. Мужик, давай, помогай. Слушай, так может тогда попробую сразу тролля завалить? Хм. Давайте-ка, наверное, попробуем. Так, что у нас здесь? Сон. Кстати, можно покачать эту руну магии. Так, у нас получается В 82, да? Получается 9. О, качнулось и 8. Так, вот сейчас она у нас качнется на 2. Нам надо посмотреть обязательно. Так, 60, 30, 15. Так, секунду. Так. Хотел я покачать эту, да, посмотреть? Так, что нам скачаться? Мы сейчас, по идее, в бою. Да, вот, 12, 15. 60 секунд. Что-то вообще ничего не поменялось, по-моему, нет? Надо просто... Да иди ты в жопу. Вот, привязался. Так, в бою качаться. 8. 16, да, качаться. Вот раньше-то фаргрупп был. Это да. Вот раньше-то да, это да. Фига там мужик затесался. Не действуй мне на нервы. Не поднимай на меня своего оружия. Да ты... Не действуй мне на нервы. Не действуй мне на нервы. Так, кстати, у нас там еще этот посох. 3-7, обалдеть. Он одноручный? Он одноручный. Не действуй мне на нервы. Не поднимай на меня своего оружия. Не действуй мне на нервы. Ну, кстати, так себе, да, урон? А ты болван. Не действуй мне на нервы. Не поднимай на меня своего оружия. Так, вот тут, вот там и сидите. Вот я. В загоне в этом сраном. Так, ну что, попробуй он этого гамадрила зафигарить. Подходите, подходите. Ты что делаешь? 24-й, обалдеть. Спасайся, кто может. Спасайся, кто может. Тролль вырвался. Шесть, десять. Тролль вырвался. Нас только спасут охранники. Нас спасут только охранники. Спасайся, кто может. Не поднимай на меня своего оружия. Не поднимай на меня своего оружия. Не поднимай. Тролль вырвался. не поднимай на меня своего рода кто-то там тролли выпустил так ну на семерку неплохо тролль вырвался ой бипец моего валить будем же спасать о мужик мужики дитам там тебя короче тут надо на 2 помощь на россии сам завалю спасается кто может да вот все но так давай 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 нифига мне вредился а у нифига мне придал скорость это что там иди давай болван застрял то здесь 12-х неплохо я вижу что он вырвался болван фиган скорости придает какой-то вот щелчок постоянно блин о все наконец-то вырвался охранник вырвался с моста а крысы вроде не должны пройти через мост охранники тролль должны забороть так что у нас еще есть сон это когда недолго спасается кто может боже мой ухах болел ты чё дурак идти в задницу тут и а сейчас роль вырвался поднимай на меня своего рода поднимай на меня по плюс 2 обалдеть а реально только магии да вы задрали мужиков отвлекать уже них там тролль прибежали поднимай на меня своего рода поднимай на меня своего рода спасается кто может все спасаемся кто может валим тролля спасается кто может тролль вырвался так скорости добавляют вырвался не поднимай на меня своего рода они понимали меня своего рода не поднимай на меня своего рода ну-ка давай попробуем убить их но не лутать будет работать что никого не призовут спасается кто может не поднимай на меня своего рода не поднимай на меня своего рода вот спасается кто может спасается кто может тролль вырвался куда нифига крыса побежал спасается кто может тролль вырвался так все мы их не лутаем и попробуем мне все равно идут пипец все равно идут пипец так ну чё это наверное самый такой о кстати нам было маны еще закупиться самый вариант для того чтобы чтобы качать магию рун я так понимаю да очень хорошего ряд спасается кто может не поднимай на меня своего рода не поднимай на меня своего рода так мужики вылите его уже спасается кто может тролль вырвался тролль вырвался получил я должен получил как же больно спасается кто может тролль вырвался спасается кто может тролль вырвался мужики давайте как-нибудь его держите все равно успею отударить пабло кстати смотрите мужики-то не бегут то есть вот работа эта система что трупы не лута я и они не прибегать заново спасается кто может тролль вырвался не хотят тихо уйка грунта много тролль вырвался да хватит аратья бы это боже мой хорошо не бессмертный пипец так этого у нас 70 пипец у рунной магии нет такого эти вот типа заклинания которое постоянно можно кастовать вот и получается что как вот хилка и получатся качать его очень проблематично спасается кто может тролль вырвался тихо алё алё были мне драться ой один какой-то залетный остался тролль вырвался один залет спасается кто может да хватит орать господи тролль вырвался какого кладения спасается кто может тролль вырвался так наверное попробуем сейчас это дубиной спасается кто может тролль вырвался о о прикол кто может тролль вырвался спасается кто может вообще нереально тролль вырвался вот так вот только если подбежать и ударить иначе это пипец спасается кто может тролль вырвался спасается кто может тролль вырвался за него опыта дадут мне кажется мамы не горю так как уклониться то спасается кто может тролль вырвался кстати смотрите реально тактика рабочая да вообще его бы подвести конечно кто-то застрял еще ладно крыса фикс надо бы его еще попробовать подвести к воротам то есть вот сюда и что потому что там еще два охранника только вот куда вот сюда вот сюда тогда они вчетвером мне кажется его бы замесили а только как-то его вызволить отсюда но прибежали но там еще поверить не могу вот да красиво у 13 так ладно все собирая мне понравилось лутать опыт о пошли пошли мужик мужик сюда так так давай 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 сейчас трудные времена да ты пошел жопу отсюда так давай за мной за мной оооо сюда сюда мужик сюда сюда хорош мы сейчас его переведем к этим двоим вот вообще огонь только вот втроем они уже да будут так и сюда идут никогда не сидит без работа давай ненавижу погонь на улице ну по моему шел но было не поднимай на меня своего оружия не поднимай на меня своего оружия надо бы вот этого еще сюда так надо помочь вот этому часу не поднимай на меня своего оружия ну и наглез так все эту крысу на себе держим поднимай на меня своего оружия куда ты побежал это ты давай это за мной за мной оооо мужик за мной за мной мне сейчас некогда можно кое куда зайти по срочному делу не поднимай на меня ооо втроем отлично сюда все втроем зашибись отлично ооо втроем то сейчас они его быстренько ооо я пока покачаю эту так что у нас там так так ооо тролл да уж два часа его бьете тролл изглубь так все втроем они отлично ооо я тут причем ооо щи четвертый сюда так сейчас нельзя их лутать отлично во в четвером то сейчас быстренько его а я сейчас не могу разговаривать мне нужно работать да как это жесть да мне говорит нужно работать тут какое-то месиво происходит на улице мне нужно работать не поднимай на меня своего оружие так загрится мужик давай ооо отлично давай бро бро давай ну давай загрязь уже втроем неплохо а успел там походу нашел кого-то еще до не поднимай на меня своего оружия на их ты зараза убежал иди сюда так надо бы этого пригласить ну чё то он непонятно какой то вроде хочет вроде нет ой я понял сиди брался стойте городские ворота закрыты ты дурак о все норм все в четыре рылоща быстро его расхайдакать главное ко мне не подпускайте о чем 5 этот тихо не поднимай на меня своего оружия не поднимай на меня своего рудня не поднимай на него нашел точку на меня своего роза и поднимай на меня своего рудня 32 неплохо не поднимай на меня своего рынка уже больно не поднимай на меня своего оружия главное чтобы он не ходил сейчас во все Вот мечами они сейчас быстренько его ухайдакают Мечами это прям вообще здорово Как классно, что когда ты не лутаешь Никто к тебе не прибегает То есть они сейчас не отвлекаются Господи, блин Интересно, сколько они урона наносят Ха-ха-ха, неудачно подошел Фига, так-то по 17, неплохо Так, во, магия 3, ну-ка 15, блин, вообще не поменялось, да? Рунный доспех, зачаровывает броню на 60 секунд Ну, по крайней мере, качается Так, а если просто 43, о, просто тоже работает Да, поэтому можно просто юзать Отлично Просто рунную магию-то качаем Пока эти его мутузят Так, что у нас там по рунной магии-то больше ничего нету Скорость еще давай Мужики, только давайте, пожалуйста, не этот Чтобы он переключился на вас О, и норм Рунная магия пипец, трудно качается Тяжко Ох, как оригин идет, да? Бежит просто Реально, работа это до фигня То есть, если не собирать, то никто не прибегает То есть, он считает, наверное, вот трупу, что везде не здесь есть Допольно Неплохой способ Зайвейдить И, по-моему, рунная магия Я зачем ее... Что там вообще написано? Продолжительность ваших заклинаний рунной магии Область действия и продолжительность Ну, то же самое, да? Получается, сейчас пока 15% в 60 секунд Откат тоже не Алене Может быть, надо подождать Почти завалили Тяжко качаться, кошмар Кстати, у нас же левел Ой-ой-ой, кстати, у нас же левел Тем интеллекта У нас теперь вообще просто, смотрите Несется, обалдеть Вот это я понимаю, реген Не поднимай на меня своего оружия Это, кстати, ведьмак же говорит Не поднимай на меня своего оружия Да ты, придурок Не вставай на моем пути Не поднимай на меня своего оружия Не поднимай на меня своего оружия Не поднимай на меня своего оружия Голоса разные Так, почти Почти-почти Сколько дадут тысяч? Нара, тысяч 20-30 даю 20-30 тысяч вроде мужики вот ты чё крыса специально 83000 фига 83000 дайди ты вор и все вниз увидите что-то подозрительно да да у тебя что-то пошел ты в жопу придурок господи лорд бэру грима поговори поговори боюсь тяжело фаргруву придется давенмор заперся во дворце и него фаргрухи защита лорд давенмор успел объединить армии королевства пока еще не поздно наша задача защищать добропорядочных граждан фаргрува похоже ваша задача при ров и прочей нечисти приставать стоим на страже закона и придем на помощь любому честному гражданину попавшему в беду лави дочь мило ничего не знаю и закон появятся новости тут же сообщите городской страже если на вас нападут тогда по закону вы имеете право защищаться это у нас не карается но если вы начнете драку или попытаетесь ограбить кого-нибудь из добрых граждан фаргрува была бы такая еще функция по поделому за убийство честного гражданина полагается смерть так что лучше вести себя прилично тюрьма тюрьма у нас на северном конце города в гарнизонном квартале на кстати на задержать преступление против добропорядочных граждан фаргрува отправляют в тюрьму посидеть пока не заплатит за свои злодеяния не задерживайтесь все вас пошел задницу и задерживайтесь так все покупаем потому что сразу же тут час и продадим все уже прибежали надо ничего делать так-то до такого кладбище блин рад вас снова видеть сах давай как аргуса тебя ждет прекрасный выбор оружия и до успехов чем могу как не тут пробили продано 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 так все приятно надеюсь мы скоро снова увидимся так у нас еще левел один давай на все в интеллект час все в интеллект нам нужна мана 546 бах 560 и посмотрите как она качается про хорош так а вот сейчас наверно можно рунную магию качнуть я так и думаю рад вас снова видеть в доспехе давай на попробуем рунную магию не жутко интересно через нее выйдет пусть она качаться мама не горюй так того у нас ничего не поменялось перезарядка 30 длительность 660 зачем качать рунную магию ума не приложу единственно только на работ для того чтобы чтобы рад вас чтобы дальше выключать аргуса только на ради этого чтобы следующее заклинание одну они вы сильнее не становится это точно так ладно нам чё чё там надо надо обратно отнести этим в к монахам короче нашим да 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 вот я вот это я имел ввиду монахов отнести этот мужик ненавижу погонь на улице да охранника конечно монстру тут не убиваемая здорово вот все звезды померкли для брата нашего прорицателя августа но для тебя они ныне сияют ярче этот знак волнует меня и требует видение превосходящего доступные мне целестина желает говорить с тобой она ждет тебя в своих личных палатах и чё прорицатель август верил что с тобой что тобой руководит редко сочетание звезд знак великой силы и влияния и с надлежащим наставлением ты станешь превосходным провидцем желаешь ли ступить да желаю щедрость твоего прежнего пожертвования позволяет мне сводить тебя отступительного взноса который мы обычно требуем от желающих вступить невестный орден как член небесного ордена то должен принести клятву почитать орден исполнять его законы подчиняться его решениям хранить его тайны помогать нуждающимся в помощи и неукоснительно следовать всякому долгу каковой будет на тебя возложен несмотря на риск для своей жизни клянешься да клянусь так отправиться в храм небесной поставить свечу поздравляю с началом твоего послушничества в небесном ордене чтобы завершить посвящение тебе придется отправиться в храм небесного света и зажечь на его алтаре звездную свечу свечу я для тебя приготовлю защищай ее как следует ибо она заключает звездные знаки которые послужат тебе проводником в наших рядах как только ты поместишь звездную свечу в храм то в ее посвящение члены небесного ордена будет завершено если ты не выполнишь это задание небесный орден навсегда закроет для тебя свои двери окей это все мы из города сможем выбраться только после основного квеста поэтому сейчас основной квест храм небесного света храм небесного света расположен в в лесах западу от фаргрува выйди из фаргрува через западные ворота и иди по дороге в арендейл а на правой развилкой сверни влево к боленским полям храм стоит в западных лесах возле дороги до болота не доходи так далеко тебе не нужно нужно ворота нужно звездная свеча чтобы закончить по свечу так то так арендейл 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 луки так чё у нас по это у нас все есть дополчаться да давай каждый раз надо чиниться так плюс 4 скорость минус 50 а вот смотри-ка плюс 4 до так плюс 4 у нас плюс 6 и 4 там вообще плюс 13 так п 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 это юзет мы в любом случае не можем поэтому все просто продаем Ну нифига пока цена Так, все Вроде норм Да, погнали Погнали Отведи меня к Селестине Блин, пипец, бальные танцы тут устраивают Селестина, ты так же? Здорово Не страшись Я Селестина, апостол небесного ордена Руки времени перемещают звезды И они же приводят всех к их судьбе Прорицатель Август не живет более в мире людей Да покоится дух его с миром Блин, если я к нему зайду в дом, он там же стоит Ты что творишь? Прорицатель Август Прорицатель Август заглянул в глубины звездного неба И узрел в нем знак Знак, который, как он полагал, изменит ход будущих событий Столь сильна была его вера в этот знак Что он отдал жизнь свою, дабы найти его Ты являешься знаком И его особый дар тебе доказывает его убежденность Особый дар? Звездный кристалл, что завещал тебе прорицатель Август Весьма редок и обладает собственной жизнью Августу было суждено принести себя в жертву Чтобы передать эту силу тебе Во свидетельство его великой веры в тебя Звездный кристалл, что ты носишь Даст тебе новую жизнь Если ты падешь в бою с грозными силами Собравшимися против тебя Но не забывай Что каждая новая жизнь Будет стоить тебе части твоего прошлого И лишать тебя части того Что было тобой приобретено Это вот как раз про воскрешение Небесный орден Положение звезд непрестанно меняется Хотя каждая из них И пересекает небеса По определенному ей пути Такова же и судьба будущих событий Члены небесного ордена Посвятили себя изучению тайн будущего Ибо руководя судьбою одного человека Порой возможно изменить судьбу Всего нашего мира Так Знак Знак того Что неминуемый рок Нависший над нашими землями Может быть отвращен Но каковы бы ни были грядущие чудеса Тебе предначертано жизнь Необычная Но сделать ее таковой Может лишь твоя собственная решимость И ничто иное Прорицатель Август Отдал свою жизнь Чтобы найти тебя И дать тебе познать Необычный путь Что тебя ждет Сокрытый ныне Че? Так, необычный путь Тобой руководит Небывалое расположение звезд Да, да, я понял Я особенный, как всегда Расходится во многих направлениях Столь необычный путь Редок Какой-то гоблин пришел Он дается лишь немногим Из всех множеств людей Рожденных веках Как его вообще не зарезали Как только в город зашел Выбирайся и путь мудро Так как судьба твоя Не определена И может измениться Ты все еще живешь Жизнью смертных Сейчас я должна попросить тебя Выполнить особое задачение Ибо силы тьмы Собираются вокруг нашего мира Звездный кристалл Звездные кристаллы Собирают небесные энергии Которые излучают звезды И все небесные тела Каждый звездный кристалл Это канал по особому Упорядоченной энергии Определяющаяся природой небесных сил Сокрытых в нем Силы тьмы Враги Фаргрува Идут в ночи И на знаменах их Начертаны знаки смерти И разрушений Они ищут древние реликвии силы Артефакты Ужасающей магической мощи Волшебник Галдрин Собирал их Ибо он поклялся хранить Эти артефакты От когтей зла И прятал их По всему королевству Если тебя и вправду Отметил знак Как полагал прорицатель Август То ты примешь решающий вызов Дерзнешь пройти испытание Важность которого Огромна для наших земель Ну давай Фаргрув Великие бедствия Ожидают Фаргрув Неколебимая смелость И вера Ее доблестного лорда Ныне увядают Ибо судьба Его дочери Элавин Окутанным раком И это Слабое звено В цепи его жизни Вы слабое звено Лавин Звезды дочери Лорда Давинмора Элавин Погрузились В бурлящую тьму Карты ее Хаотичны И неполны Это зловещий знак Ее будущее Безнадежное Сплетение Несчастий Так Давай про Лорда Давинмора Лорд Давинмор Не внял Предупреждением О грядущем И потерялся В себе самом Тяжко страдая От того Что дочери Его Грозит опасность Звезды Сошлись Для него Неблагоприятно Реликвии силы Древние реликвии силы Были выкованы Во времена Прошлой эпохи И наделены Колдовской силой Страшной величины Лишь высшим Из мудрецов Подвластны Их тайны Лишь сильнейшие Способны Высвободить Их Подлинные силы Так Галдрин Волшебник Галдрин Использовал Их великую мощь Чтобы сдерживать Силы тьмы Но все Что он получил Лишь предательство Тех Кому он верил Хотя смерть Его Была предсказана Звездами В его карты В его карты Вкралась Подозрительная Ошибка И обнаружили Ее слишком поздно Чтобы Предотвратить Трагический Конец Так Ну и давай Решающий вызов В катакомбах Этого храма Спрятана Одна из Реликвии силы Там ее Спрятал тот Кто поклялся Беречь Нашей земли Но с той Поры Силы тьмы Сумели Обнаружить Ее присутствие И ныне некто Представляющий Великое зло Идет взять ее Спустись В катакомбы Найди Эту реликвию И отныне Храни ее Но Берегись Ибо зло Созывает Своих призраков Чтобы стеречь Катакомбы Дабы Не дерзнул Никто Вынести Оттуда Сокровенную Реликвию Покуда Он не придет Охо Этот ключ Отопрет ворота Кладбища Что рядом С храмом А там Ты найдешь Вход И спуск В катакомбы Ступай же И разыщи В их сердце Реликвию Силы А после Принеси ее Мне Вот блин Мне не дают Взять мага До вот этой Миссии И там Така по моему Задница Будет в этой Пещере Там какие то Мумии будут Безголовый хрен Какой то С топором Там вообще Будет треш Катакомбы Твой путь Таков Чуть Собака Какая то Там Подле этого Храма И найди Там Древнюю Реликвию Силы Как я Указала Тебе А после Скорее Возвращайся Ко мне Жесть Спуститься Франка Такого Он тут Совсем Рядом Поэтому Погнали Пусть Звезды Ведут Тебя Да 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 Я Понял А тут Нет Никаких О Фига Не работают Может Тут Мычек Нет Че Что-то Короче Заело Блин У нас же Было Ну ладно Ладно Ребятушки Давайте Наверное На этом Закончим Тогда Вот И в следующей серии Мы Твой приход Меня радует Твой путь Пусть Звезды Ведут Тебя Да Вроде ничего Нет Блин Вот это Сломалось Видите Отмычка Не жмется Ладно Давайте Тогда На следующую серию То оставим Вот И пойдем В катакомбы Ну а на этом Все Спасибо большое За лайки За поддержку За подписку Ребятушки И увидимся Уже В следующей серии Всем доброго Друзья Всем самого Хорошего И всем пока Спасибо за субтитры